Приветствую вас друзья и сейчас, сегодня, в данный момент, я не знаю сколько еще фраз я придумаю, я буду играть в замечательнейшую игру, которая вышла уже, фак, уже лет 8 как, и до сих пор остается офигеннейшей игрой. Почему? Ну, я бы мог очень долго по поводу этого распыляться, но может быть я просто вам покажу и вам это понравится, вы сами ее пройдете. Ну, я на это по крайней мере надеюсь, так мы нажимаем новая игра, и возможно, возможно мы не будем начинать с обучения, а сразу нажмем новую игру, потому что обучение скучное, я его проходил уже 15 раз, Atari представляет нам игру, но не буду я читать все, что показывается на экране, оставлю вас с этой заставкой 1 на 1, и возможно иногда буду вклиниваться со своими не совсем уместными комментариями. Вещи вокруг нас совсем не те, чем кажутся. Мы думаем, что знаем окружающий нас мир, но на самом деле видим лишь внешнюю сторону, то, чем все кажется. Я был таким, как ты. Я верил в человечество, газетным статьям, телесериалам, политикам и книгам по истории. Да, конечно, я всему этому верю. Когда мир дал мне по морде, и у меня не осталось другого выбора, кроме как увидеть его таким, какой он есть. Меня зовут Лукас Кейн, и я расскажу свою историю, то, как с обычным парнем произошли невероятные события. Может, так оно и должно было случиться. Может, это была моя судьба, карма, неважно. Но одно я знаю наверняка. Отныне все будет по-другому. Каким-то он не очень в одухотворенном. В одухотворенном выглядит. Ну да, что ж, это Фаренгейт. Кстати, довольно любопытно. Заставка хоть и сделана, но уже 8 лет назад, и для PlayStation 2, что очевидно, ну выглядит оно совершенно неплохо. Я бы не говорил, что страшно смотреть. Нет, я, конечно, понимаю, то, что она не очень технологична, но все равно смотрится прикольно. Это шахматная доска, на которой судьба решила сыграть последнюю игру. Это он про нее. Я был самой обычной пешкой и жил, как пешка. До той самой ночи, когда в одночасье рухнула вся моя жизнь. Ну что ж, эта заставка продолжается, она довольно... Ну блин, я уже говорил, что она круто сделана, и для 2005 года она выглядит ну очень круто, честно говорю. Даже то, что на заднем фоне дома представляют собой текстурку, это все равно очень круто. Итак, мы начинаем игру за Лукаса Кейна, надеюсь, я не ошибся. Блин, как же это круто выглядит. Обожаю зимние уровни в играх, они всегда такие классные. Ладно, не суть. Мы начинаем игру за Лукаса Кейна и посмотрим, что же у нас сейчас будет на экране. Какой-то мужик отливает, ворона. Долго он отливает, или это я один это быстро делаю, и не только отливаю. Но суть не в этом, потому что суть в том, что мы сейчас увидим довольно занимательную сцену. И давайте повнимательнее наблюдать. Какой-то чувак сидит на толкане, у него в руке... Ты какая-то... Я не думаю, что это нож, потому что он выглядит не очень опасным. А нет, вот он, видите, дрыгается. Дрыгается, значит, это, возможно, нож или нет. Знаете, походу у него приход, потому что нам показывают, и я вполне понимаю, что произойдет дальше. Я знаю, я, потому что играл с чем-то того, как он выглядит. Он долбил героин, потому что если бы это был мед, допустим, он бы был немножко поактивнее. А сейчас у него какие-то видения, он очень грустный, глаза закрыли. Да, это определенный героин, это определенный героин. Он превратился в бурята и теперь хочет забрать чужие деньги. Надеюсь, это так называется. Да, это определенный бурятский героинчик, и мы... Ну, мы не приступаем пока, что мы просто смотрим на то, как чувак, который вытирает свои руки, совершенно ослеп, потому что не видит, уж к нему кто-то сзади подходит, шатаясь, видимо, под героином, какой-то бурят, и ничего не ел. Ах! Увы, увы. Бурят кого-то убил, но мы не будем расстраиваться по этому поводу, потому что этот мужик был явно туповат, а тупых людей проще убивать. Хотя, без них жизнь была бы сложнее, потому что некому выполнять черную работу. Ну, ладно, я думаю... Ой, зачем ты... Нет, не делай этого, он и так мертв, и зачем ты в него снова тыкаешь. Возможно, это, кстати, не нож, возможно... Ладно, я не буду продолжать эту тему. Мы просто берем и убиваем этого человека. Блин, а сцена ведь на самом деле офигенная, потому что даже сейчас во многих играх с более современной графикой и технологиями не могут сотворить что-то на этом уровне. И это плохо. Какая-то девушка, которая тянет мне руку. Слушайте, она, по-моему, тоже бурятка. Нет, я ничего не имею против бурятов, просто... Ну, блин. Ой, кажется, он отошел. Наконец-то приход закончился, но обычно, когда я отхожу... А, в смысле, когда мой друг... Что же, я наделал. ...отходит от прихода, он выглядит немножко по-другому. Ладно, не суть. Теперь управление переключается. Или сейчас переключится. К нам в руки мы сможем управлять. Луксом Кином, он говорит, что не хотел этого делать. Ну да, по-моему, ты не хотел. Ты был под героином, поэтому обвинять тебя в чем-то сложно. Я вообще считаю, что если вы убьете свою жену под героином, вас никто не должен обвинять, потому что... Ну, блин. Она сама виновата, тупая овца! Ну, дело не в этом. Мне нужно смыться, пока сюда кто-нибудь не зашел. Нам нужно сваливать, я думаю. Так, ну окей, сохраняется, это отлично. Что ж. Тут можно что-то сделать. Да, думаю, возьмем и перетащим тело. Что, блин, вы что, издеваетесь, что ли? Мне что, еще и нужно что-то тащить? Что? Что такое? Что такое? Блин, я не помню, что мне нужно нажимать. А, блин. Три часа вспоминал, какие кнопки нужно нажимать. Окей, положим его в туалет. Закрыть дверь нужно, чтобы не увидели. И желательно руки помыть, потому что когда-то окровавлено, это немножко стрёмно выглядит, поэтому давайте сделаем это. Ну, по-моему, руки определенные. Кстати, я сейчас играю при помощи геймпада от PlayStation 2, ну, который еще можно подключать к компу. Это очень-очень неудобно, потому что видно, что игра создана под него, и поэтому... Ну, блин. Что? Нет, я не буду еще раз открывать. Выйдем, я думаю. Но играть с геймпадом удобно, потому что игра создана под PlayStation 2, и проблем вообще никаких не возникает, отправляется очень хорошо. Так, что ж, подойдем. Может быть, можно поговорить с кем-нибудь? Не, лучше не садиться, можно просто выйти. Поэтому мы идем и выходим. Сейчас, по идее, полицейский должен у нас еще спросить или не должен. Что? Нет, я буду говорить. Почему бы нет? Да. По-моему, вы забыли оплатить счет. О, да, конечно, я... Простите. Да-да, конечно. Как я мог забыть? Ты просто так забыл оплатить счет. Пока не обнаружили дело. Конечно. Просто совершенно случайно забыл оплатить счет. Дебил. Ну, оплачиваем. Хотя я, если честно, просто положил напечатанные ненастоящие деньги, поэтому... Блин. А вы знаете, меня спалили. Они увидели меня. Я мог просто выйти, никто бы ничего не заметил. Ну, ладно, что ж. Выйдем. И уедем отсюда. Нужно выбираться из этого района, пока не приехал полет. Что верно, то... Стоп, что за хрень? Все. Да, вот. Идем. Знаете, мне лучше побежать. И лучше мне найти такси, потому что этот мент хочет поссать. Хотя... Блин. Ведь не обязательно же он зайдет в ту кабинку, куда я засунул труп. Потому что это было бы немножко странно. Хотя, конечно же, он туда зайдет. Это же все... Как... Лучше к традиции, так сказать. Фак. Фак, 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 фак. Мне нужно было, наверное, спрятать и трупы... Зря я это сделал. Зря, 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 зря. Какой-то симпатичный мужик. Я бы ему присунул его... Что же я... Что же я несу, друзья? Да. О, нет. Мы вызываем полицию. Оставайтесь на местах. Где этот парень? А-а-а. Здесь только что произошло преступление. Прошу сохранять спокойствие и подождать приезда полиции, которая удостоверит ваши личности. Да-да, личности у него они удостоверят. Конечно. Так, ну это уже начинается вторая миссия. Я бы мог ее пройти, если честно, но... Думаю, сделаю это в прошлый... В следующий раз. А, на этот раз я ограничу только первый. Если это видео соберет, ну, достаточное количество просмотров, то, возможно, я загружу вторую часть, третью, четвертую, двадцать пятую. Не помню, сколько их здесь есть. И, в общем, будет все хорошо. Ну, а если не наберет, то идите в задницу. Если вам что-то понравилось здесь, то поставьте лайк там или на канал, подпишитесь. В общем, что-то типа того. А пока это латиночка или... Я не знаю, кто она. В общем, она довольно симпатичная. Могла бы быть, наверное, раздумают над тем, как заходить в дверь. Я заканчиваю запись, и, возможно, это кому-нибудь будет интересно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Прощайте, друзья. Пока. Пока.